В данный момент мы проводим открытый чемпионат Украины по горнолыжному спорту. 25-26 числа мы провели юниорский чемпионат Украины. Сейчас проводим открытый чемпионат Украины, в котором принимают участие 5 стран. Это спортсмены Украины, Венгрии, Румынии, Польши и Чехии. Значение этих соревнований обыкновенное. Обыкновенный чемпионат Украины, в рамках чемпионата Украины. Мы уже несколько лет подряд проводим его как международные соревнования. И к нам постоянно сюда приезжают зарубежные спортсмены. Они повышают наш рейтинг. Допустим, вчера у девочек за первое место Александра Малевана заработала 50 пунктов. То есть за три года соревнований в Европе она таких пунктов не заработала. У нее было 42, а сейчас она заработала 50. Вчера ваша спортсменка закарпатская, Саша Чундак, заняла второе место, выполнила норматив мастера спорта и тоже заработала очень хорошие пункты. И я так понимаю, что мы ее сейчас включим в состав сборной команды Украины вместо ушедшей ее старшей сестры. Поэтому здесь на Краси, как вы видите, снега мало, но организаторы соревнований сделали все возможное, что от них зависит, для того, чтобы соревнования прошли. Потому что были такие предпосылки, что дожди, снег растает и так далее. Но здесь были запасы снега, работал ратрак, работали службы. И таким образом трассу подготовили. И сегодня, как вы видите, немножко морозец прихватил трассу в великолепном состоянии. Во-первых, у нас на этих соревнованиях произошло, так сказать, перераспределение лидеров. Если у нас в прошлом году еще и предыдущие 10 лет беззаперечным, можно так сказать, лидером был закарпатец Йосиф Пиняк из Ужгорода, то вчера он занял только третье место. И два молодых парня, это Белинский Александр и Александровский Роман, они заняли, соответственно, первое и второе место. Поэтому это уже, как говорится, хорошо, что внутри команды, внутри сборной команды происходит такая жесткая конкуренция. Потому что только конкуренция, как мы знаем, дает результат. Что касается молодых спортсменов, безусловно, они будут тянуться за спортсменами, которые уже опытные, которые уже прошли и Олимпийские игры, и чемпионаты мира. Я имею в виду и Йосифа Пиняка, и того же Белинского Александровского. И сейчас молодые спортсмены у нас через несколько дней улетают в Китай, в Харбин на юниорский чемпионат мира. Я думаю, что этот чемпионат Украины им будет хорошей, так сказать, стартовой площадкой для того, чтобы достойно выступить на чемпионате мира в Китае. Я вам откровенно скажу, в Закарпатье сейчас дела обстоят не так уж и плохо. Дело в том, что лет 10, по-моему, назад был организован Центр Олимпийской подготовки, который помогает спортсменам, и это очень большое дело. И благодаря, так сказать, властям Закарпатской области, что его еще не закрыли, здесь спортсмены могут и получать заработную плату, и питание в основном. Они могут задумываться только о том, чтобы тренироваться и повышать свое мастерство. А, допустим, питание, зарплаты, это уже государство как бы их обеспечит. Зараз питримка дуже впала, я вам так скажу. И очень тяжело сейчас зимним видом спорта выживать в таких слоях. Очень тяжело. Это только благодаря энтузиазму еще тех тренеров и тех организаторов, которые проводят соревнования. Потому что на спорт сейчас внимания уже практически с каждым годом становится все меньше, меньше, меньше и меньше. Разговоров все больше, а внимания все меньше и меньше. И финансирование все меньше и меньше. И если сейчас гривня обесценивается, а деньги урезаются, то понятно, что по сравнению, допустим, даже с пятилетней давности, как мы проводили соревнования, то сейчас это все проводится на более маленьких деньгах. И уровень мы сохраняем только за счет мастерства организаторов, будем так говорить. Редактор субтитров А.Семкин